И так, друзья, мы возвращаемся на матче ESL 1 Бирмингем. Ну что ж, следующая серия. Это OG против Team Secret. И давайте переходить к драфту. Что же, OG забанили у нас Виспа, Чена и Эмбер Спирита. Вот еще долетел в Морфбан. Ну и касаемо пикнутых героев есть Тролль, есть Эр Спирит. Сикреты взяли себе Энигму Шамана. И за баненных героев мы уже видим Варлока Магнуса, Батрайдера и Фуриона. В целом, довольно-таки неплохие пока баны. Особенно хочется присмотреться к Варлоку. Я так понимаю, команды его оценили силу по праву. И теперь он стал более чаще появляться у нас в банах, как минимум. Ну и в пике тоже, как раз, если вспомнить карту, последнюю карту матча Гамбит против Ликвид, как раз нам можно было увидеть Варлока со стороны Гамбит. И как раз Варлок принес победу. Так что вполне себе интересно, во что же все дальше выльется. Итак. Конечно, очень необычная встреча нас ждет. Учитывая, что OG это текущие чемпионы Интернешнала, да. А Сикреты это текущие чемпионы последнего мейджора. И как-то увидеть их в первом раунде нижней сетки, как-то, знаете ли, странно немножечко. Но это Best of 3 формат. Здесь все-таки более справедливые условия. Будем рассчитывать на интересную игру. Но в целом я могу так сказать. Фаворитом на эту карту явно идут команды Сикреты. Потому что более стабильно они выступают последнее время. За командой OG такого замечено, ну, как не было. Но в целом у них все время менялись составы. Да, там то Ана уходил, то еще что-то. Вот только сейчас они по итогу вернулись на постоянную основу в статичном составе. Ну и только последнее время начали действительно возвращаться в игру. Так, ну что. Потихоньку подсматриваю, чем играли у нас команды. В целом, да, очень неординарный состав, как правило, у нас OG. Они берут себе разных там Ember Spirit'ов. Какого-то Monkey King'а очень любят. Ну вот посмотрим. А, и в последнее время очень часто появлялся, кстати, Пангольер, по-моему, для Топсона. Вот Папе вспомнил, как раз не забыл, что самое главное, и забанил его. Тут у нас уже есть тролль для, скорее всего, Аны. Есть Земеля для Джераксона, то есть в целом сигнатурные персонажи. Ну вот не знаю насчет тролля, но я полагаю, что явно этот герой появлялся уже не один раз в драфте OG. Соответственно, можно предположить, что с героем и, в принципе, стратегией с ведением игры они знакомы. Косэма Сикрет, наверное, одна из тех команд, одна из первых команд, которая начала брать Энигму на третью позицию, на вообще позицию четверки. Это как раз Сикреты, даже когда Энигма толком-то в мете не была, вот они ее как раз условно и ввели. Поэтому, да, Сикреты забрали сигнатурную Энигму, она у нас в последнее время пропала немножко из доты, но это, наверное, ввиду того, что больше была групповая стадия, и на групповой стадии команды не рисковали, скажем так, брать что-то мощное такое, что-то уже проверенное временем. Хотели отработать, опять же, моменты уже, которые недавно только были добавлены, да, вот эти аганимы на героях и так далее. Поэтому что-то интересное. Сайленсер появляется, это герой Контра Энигме, то есть теперь мы, в принципе, вполне себе, естественно, не увидим Блэк Холла какого-то хорошего, но только если ошибется, скорее всего, Ноутейл, именно он должен играть на Сайленсере. Если правда, это не Сайленсер Кор, но я сомневаюсь, что это будет Кором, Сайленсер у нас ласт пик как раз за OG, то есть, соответственно, они должны будут брать что-то мощное в миддл, на последний пик на карте, вот, и будут пытаться выигрывать игру через это все. Ну, а Сикрет могут позиционировать себя как команду, которая может сейчас придерживаться пуш-стратегии, то есть Энигму используют по-разному. И, кстати, да, вот, смотрите, появляется Лондруид, есть Шаман, есть Энигма, Энигма выносит Доминатор, Шаман получает 6-й левел, Лондруид это сам по себе герой, уже с Сумоном, и, причем, неплохим таким Сумоном, который может поломать все домики, и довольно большие проблемы пока у OG в этом плане, потому что пуш очень мощный высматривается за Сикрет, а от пуша пока никакого нет. Но OG отвечают необычно, они берут Beastmaster, и этот пуш для OG теперь. Ну, по крайней мере, Beastmaster такой неплохой герой, очень сильно бустит, опять же, атака спид. Ну, посмотрим, во что это все выльется, пока, опять же, на мой взгляд, не хватает от пуши какого-то, то есть нужен какой-то герой по типу, может быть, Лины, может быть, что-то... Я даже не знаю, на чем играет Тобсон, к сожалению, я не очень хорошо осведомлен о героях Тобсона. Вот, залетел Тайтхантер, это герой против тролля на линию. Тролль дает миссы, Тайтхантер дает очень сильно минус урон, то есть режет дэмэдж тролля через Энчер Смэш, ну и под Кракеном убивать его очень тяжело, под Кракен Шеллом, вот, поэтому, да. И контроль, кстати, вот, касаемо контроля, у команды OG небольшие сложности имеются, то есть бестмастер с рором, это, конечно, прекрасно, да, это рор в БКБ, это великолепно, но хватит ли одного земели, там, условно, сбить телепорт какой-нибудь или еще что-то, но есть еще сетки тролля, да, но на них особо рассчитывать не приходится, как правило, это элемент рандома, причем, скорее, даже больше, наверное, негативного, нежели чем действительно что-то такое, что решает в важных моментах. Интересно, конечно, но, опять же, посмотрим, во что это все выльется. Нагу подбанили OG, но я сомневаюсь, что будет Нага плюс Лондруид, это как-то чересчур уже жадно, и у Сикрет так неплохие герои, которым нужны артефакты, а вот Нага здесь заехала бы с уже негативной стороны, на мой взгляд. Что нужно с Сикрет? Знаете, сейчас есть неплохой такой вот момент, у нас Лондруид, в принципе, может как раз наносить урон, и надо взять героя, который будет, в принципе, на коре позиции, но при всем при этом, то есть на коре, на керри позиции, но при всем при этом будет еще неплохо так танчить, танчить лицом, хотя, в принципе, есть Тед Хантер, да, но, опять же, вот нужен герой, который, знаете, как Матумба, наверное, в Ликвид, если уж сравнивать так, он очень любит, там, покупать ауры разные, да, там, кераски и так далее, выходит в аурные слады и выходит потом таким вспомогательным больше кором. Ну, вот не знаю, как у Сикрет, я в последнее время только начал внимательнее следить за Ликвид, поэтому у Сикрет, наверное, оба кора, как правило, играют. Ну, посмотрим. Так, что у нас сейчас? Бан, Бан Стадия для Сикрет, нужно забанить у ОДЖ какого-нибудь Мидера, Мидера, который будет отпушивать, который будет очень сильно мешать. Ну, я бы, конечно, выбрал Пангалера, Пангалер уже в бане, это чудесно. Ну, и, наверное, Лина какая-нибудь, правда, правда, здесь сложно, нужно выбрать момент с линиями, то бишь у нас Лондруид, скорее всего, идет на центр, да, и вот сейчас герой... да, это Лондруид на центр, и появляется Террор Блейд. Похоже, что G читали, читали ситуацию с Нагой, потому что я вообще не понимаю, пока я затею Сикрет. Очень жадно, очень жадно, и в темп играть будет непросто. Хотя, в принципе, знаете, если представить, что у нас Лондруид тоже такой больше аурный, да, не будет покупать себе Рейдинс, возьмет Мом, потом возьмет что-то еще там, какие-нибудь Молнии, например, да, у него будет большой атак-спид, много урона, а Террор Блейд как раз будет все фармить, то тогда окей. Вот появляется Манки Кинг, это дефолт для Топсона, но здесь он, по-моему, совсем не заходит. То есть у нас Медовый Лондруид, но... Как будет Манки Кинг против Медведя играть, я не понимаю. Прекрасный, кстати, сет у нас на Тейлле, обратите внимание, Силенсер очень неплохо выглядит, еще и щит у него светится, чем-то какая-то аура есть, клево смотрится. В общем, мне нравятся сеты, которые мы тут видим, правда, какой-то слабенький немножко Лондруид, мне кажется, да и ниша какой-то голый прям, некачественный Террор Блейд, я так считаю, ни Аркана, ни какого-то сета досада. Но вообще, что хочется отметить, драфт Тоджи, конечно, мне совсем не нравится, но это их драфт, это их сигнатурки, по сути, не знаю насчет Себа, но я уверен, что Топсон на Манкинге почти из любого положения вырвется. Будет бегать по карте и будет делать спейс. Очень жадная стратегия Сикрита, особенно в начальной стадии карты, мы видим, боюсь, могут сдушить, могут сдушить Уджи в начале карты, потому что Ебзор у нас в лесу будет стоять, Террор Блейд без артефактов тоже не очень-то мощный, Лондруид особую проблему представляет, может быть еще Тельхандер, но думается мне, что все будет упираться в линии. Сейчас нужно понять, какие лейны предпочтут ОДжи. То есть, очевидно, да, Манкинг в мид против Лондруида. Не понимаю, правда, как он будет стоять, но, опять же, Топсон что-то придумает. Не зря же на ласт пик забрали именно Манкигинга. Касаемо сайд-линии, у нас есть Земелья плюс Бистмастер против Террор Блейда и... И, к сожалению, не помню кого, сейчас узнаем. И Шаман, наверное, да? Да, и Шамана. Кстати, хороший выбор, вообще нравится суппорт Пятерка Шаман. Очень много урона с руки, можно прогонять любого, по сути, четверку, любую, любого кора. Клевая темаса. Так, очень много Себов. И очень длинные Себы. У кого больше этих Себ? Ну-ка, кого длиннее? У Джеркс. Кто бы... А, нет, подождите, у Нотейла. У Нотейла. Нет, подождите, у Топсона. Да, у них 2025, 2047, 2085 лвла. Жесть. Да, у Топсона самый длинный Себ выходит. Клево. Так, а что там у нас? Залетел Медведь. Очень хочет, видать, прочекать он вардики, да? С одной из точки, я вижу, в миде уже посмотрел. Ничего не нашел. Пришел с другой смотреть. И тоже, по-моему, ничего не нашел. Но там варда нет, поэтому... Да, логично, что Медведь не должен найти вард. Но, тем не менее, прикольное исполнение от Медвана, кажется. Да, от Медвана. Нормальная штука. Да, ну и прогноз, наверное, я бы поставил... Ну, знаете, наверное, я бы поставил все-таки на Сикрет. Мне кажется, с ранним Сноуболом они могут, а я как-то до сих пор не понимаю, что должен делать... А, стоп, что? У нас Медовый... А, Линии, друзья. Давайте на Линии посмотрим. Топсон отправится у нас на верхнюю, кажется, Линию. В миде будет стоять Бистмастер против Ландруида. На низ, наверное, пойдет играть тролль, скорее всего. Или нет? Нет, Ман Кинг все-таки снизу, а вот тролль сверху пойдет. Три Лейн или Дабл Лейн, а здесь-то как? А, ну, кстати, Ман Кинг против Тайт Хантера, кстати, неплохо смотрится. Да, это весьма неплохая стратегия. Если реально прочитали вот такой мув. ОДЖИ, ну, мне нравится такой подход. Посмотрим, как ответят Сикреты. Но свапаться, конечно, не будут. Опять же, Мидван должен себя чувствовать комфортно. Вот насчет Себа не знаю, но вот касаемо Ман Кинга, линия у него явно стала повеселее. Ну что, мастера действительно необычных каких-то исполнений. Мастера камбэков, может быть, даже ОДЖИ в деле. Посмотрим, что будет. Конечно, начало очень необычное. Я бы даже... Я даже теперь засомневался. Очень многое просто в последнее время, я так замечаю, зависит у нас от линий. Хм, необычно. Ну ладно, пока Себ неплохо справляется. Но опять же, когда появится пятый левел, скорее всего, Мидван его будет очень оперативно так убивать. С появлением корней. Ну а сейчас потихоньку харасит. Это довольно неприятно. Кстати, взял себе, если что, не Кабанов, а пассивку у нас Бестмастер. Ну, логично предположить, что будет он играть... Себ будет играть через Кабанов, потому что стратегия через топорики, я как-то не совсем понимаю, в чем тогда задумка. Кстати, Нотейл сейчас может погибнуть, или даже может быть Пупей. Все-таки три героя его пока убивают. И да, действительно погибает первым Пупей. Плюс два минус два. Что хочется сказать. Хорошая игра, хорошо забайтил, я бы даже сказал так, Нотейл на свои ред хп, но... Да, не дурно. Что там снизу? Зай... Да, у Зая сложности. Зая оставили одного стоять. Это, на мой взгляд, не очень-то приятно. С другой стороны, можно... О, идет Суицин с Нотейл. Причем нейтралом, обратите внимание, не вышки умирать, чтобы деньги дарить, а именно нейтралом. Интересная штука. Агенция. Да, ну вот как раз, что я хотел сказать про Зая, у него есть Энигма, которая должна есть крипов, по сути, обжирать тем самым Тобсона. Ну и да, вот мы видим как раз, что там третий левел раньше появился с Узая, а у Тобсона чуть посложнее в этом плане, но... там будет видно. Ну и что, неужели два кабанчика сильнее, чем один... чем один медведь? Ну-ка. Пока в целом... Пока в целом медведь сильнее, судя по крип-стату. Там больше динаев просто у Лондруида, сейчас он еще опять своих крипов добьет. Пофиксили время, кому фраг дается теперь 30 секунд, но раньше это никого не смущало, все так же шли, ходили и умирали. Как раз там пока суппорт бедлага добежит до Т2-вышки какой-нибудь. Такая же Тимаса будет. О, кстати, Зай решил сделать радикальный подход. Он просто пошел за вышку, пришел фармить. Кстати, а нормальный план, потому что он сможет вывести в любой момент крипов на нейтралов и будет получать даже больше, нежели чем Манкинг. Правда, ничего не мешает тому же Манкингу сделать то же самое. Ну и таким образом у нас опять же будут очень много ребят получать. Но есть Энигма, которая в теории должна есть крипов. Ну и что, в миде 16.1 стоит СЕП, вообще прям добивает все, что можно. Сейчас еще топориком съезда проход и будет еще нейтралов фармить. Ой, ой, это вообще так клево. Я начинаю переживать потихоньку. Так, вкатывается на нишу, ниша в форме, это опасно, ниша может погибнуть. Третьего левела у нас Террор Блейд, и да, он погибает. За Пупеем. Про дальше погоня продолжается и начало. Очень бодрый в исполнении Уджит заберут. Пупея еще минус 2. Для Ноутейла, если я не ошибаюсь, это должно быть уже 6. Да, это уже 6. Ну и я даже не представляю, как дальше должны играть Сикреты, ввиду того, что у них же адный Террор Блейд, который, ну скорее всего, в лес должен уйти. Но тогда получается, что у нас в лес уходит Террор Блейд, у нас из леса еще не вышла Энигма, и жадный Лондруид в миде стоит. Я даже не знаю, что пока нужно сделать Сикретом, чтобы перевернуть эту доту, но начало интересное, безусловно. Так, что-то интересное происходит, также в миде Т2, во, Джерекс умер, во. Ну вот теперь прикольно придумали. Джерекс, например, не смутило время, просто пошел, поставил варзик, умер. Сейчас фуловый будет. Ну ладно, как же душит нишу, вы посмотрите на этого бедолагу, боже, так его убьют сейчас еще Нутейл до конца, да, опять минус два плюс два, и Пупей тоже погибнет, это будет сколько, десять, что ли, для Нутейла? Так и есть. Десяточка уже сворованной Инты, ну вот это, по-моему, конечная должна быть. О, Зай пришел, похоже, решили свапнуться линиями в конечном итоге. Ну, Зай, получается, соединистная линия была, где, ну, не считая центра, где все более или менее как-то складно, хотя его там, безусловно, душат. Кто бы мог подумать, что вот спустя буквально пять минут после старта OG должны будут ввести так много, а ведут-то они реально солидно, потому что уже две тысячи перевес в пользу команды OG, да, ну и, собственно, проигрывают понемногу все больше и больше секреты. Но это не вышел пока Ебзор. Сейчас выйдет Ебзор из леса, возможно, все изменится. Опять же, что у нас собирает Энигма? А, вот так, она играет через Мекку. Да, это значит, что пуша не будет, это значит, что у нас Энигма не такая активная. Но это плохо, это очень плохо, потому что в таком случае OG будут дальше давить и укрепляться по линиям. Но, на мой взгляд, это неправильно, хотя, может быть, сейчас Доминатор стал дороже на 300 монет, и, может быть, это стало таким вот переломным моментом в выборе артефактов, но, мне кажется, это все так же очень клевая, клевая штука. На самом деле, Себу я бы тоже бы рекомендовал взять Доминатор, потому что у него будет дополнительный крип, это усилит пуш, опять же, OG, и, учитывая, что они как раз играют против двух жадных коров, спокойно можно просто на месте OG идти и сноуболиться, ломать вышки, закрывать секретов где-то уже там в одном условном лесу, там, левом или правом, и, соответственно, выходить в куда-то более, в более удобные игровые позиции. Ну что, пока подзатихла немножко игра, опять один счет на шестой минуте, кстати, NoTL, опа, NoTL, ТП на базу, за, еще нужно и кальком махнуть разок, не получается, только сейчас кулдаун прошел, да, досадно, немного, ну окей, вытеснили сверху у нас пока, пока мы все вообще команды OG, а, они сами свапнули, смотрите, у нас Тобсон пришел на верхнюю линию, дальше давить лейн против Тейдхантера, и снизу я вижу опосновался тролль, да, у тролля, кстати говоря, 35 крипов добито, так много, а там в миде Сеп накричал, освободился от рутов, накричал на Мидвана, ну и все, потратил в итоге Праймал Рор, но, по сути, Мидван ничего толком-то не потерял, все так же можно еще раз попробовать напасть, и все будет неплохо, попытка не пытка, он ничего не заплатил за это, ничего не потратил, условно, в Мидас выходит Лондруид, купил себе перчатку, а денег больше нет, ну это не активный Лондруид, это, скорее всего, Лондруид, который купит себе Мидас, дальше пойдет в Радиенс, опа, так, секунду, поймали Тобсона, вкатывается пока Джерекс, выигрывает время, есть Рэвэдж, есть Шейкл от Пупея, правда, в одно и то же время дали, возможно, Тобсона теперь уйдет, и пытался заэвэйдить Энчер Смэш, но получилось бы, получилось бы, и получилось по итогу уйти, но он утаил немножко под фидел, так, а сверху параллельные Джерекс еще цепляют, а Джерекс, может быть, и даже не уйдет отсюда, да, так и есть, Пупея его ловит просто на Шейклах, точнее, на Азершоте, и все, и вот небольшая ответочка в исполнении Сикрет уже имеется, но, тем не менее, мне все равно не нравится концерт, где у нас жадный Лондруид не через Момчик играет, да, как сегодня мы видели в исполнении сначала Гамбит, потом Ликвид, мне кажется, это нормальная штука, пора пересмотреть свои взгляды командам, играющим с Лондруидом, потому что реально можно играть активно и не быть, так сказать, жадиной, ну ладно, посмотрим, что будет делать тогда у нас Террор Блэйд, пока у него Нетворсен даже меньше, нежели, чем у его Энигмы, поэтому игра будет очень долгой, скорее всего, ну, по крайней мере, Сикреты очень хотят, я так понимаю, все, они отказались от плана с Пушем, хотя какой бы он сильный не был, так, секунду, у нас цепляют Ебзора, Ебзор очень сильно просил по ХП, Топсон добивает его, по итогу ставится Арина Топсона, Топсон на лоу ХП, Медведь его грызет, очень больно, и Топсон должен погибнуть, да, там Эдалоны на месте, Эдалонов очень много, и в итоге убивают у нас Топсон, а размен имеется, разменяли Энигму, я думаю, достойно, все-таки это Кор, а Ебзор толком-то ничем особо не выделился, никого не убил, то бишь, Минстрика у него, Киллстрика у него нет, и это было, в принципе, достаточно ценно. Так, как там дела у Нотейла, 10 все-таки дальше идет Интеллекта, так, Файтер против Флаура. Интересная статистика, говорят, 113-й матч между Пупеем и Нотейлом, Нотейл, это второй соперник Пупея, но Пупей пока неплохо так идет, 70-40 вроде бы, да, статистика была. Так, ну что там, Энигма, есть уже Хедреско, есть Арканы, есть даже Баклер, не хватает совсем немного, сейчас будет, кстати, 10-ая минута, это будет появление 2 баунти, появление 2 книжек, и, соответственно, баунти-рун тоже, поэтому надо бы законтролить в идеале, в идеале все, что можно, но пока есть секреты, отказываются от своих баунти, причем снизу тоже не особенно туда торопятся, но OG тогда сорвут куш небольшой, учитывая, что был перевес около 2000, сейчас свели все, опять же, в экватор, секреты, ну и вопрос только один, смогут ли додавить OG, опять же, вот, против этого жадного драфта, додавить, сломать все, терзин-вышки, хотя бы, как можно раньше, выйти в активные слоты какие-то, учитывая, что у них есть тролль, а, он тоже себе покупает бф, окей, у нас будет просто лейтовая игра, у нас просто будет лейтовая игра, то есть тролль покупает бф, а у нас, что покупает Манкин, кстати, но тут выход более дефолтный, это сабля, хотя на месте, наверное, на месте Топсона, я бы задумался, насчет Мидаса, это было бы жадно, но учитывая, что у них команда, в целом, не сильно, хочет заканчивать, быстро, это смотрелось бы неплохо, плюс, по экспе, не проседал бы сильно, ну, можно было бы уже, скорее всего, делать какие-то выводы, кстати, по поводу выводов, у нас Бистмастер купил себе Володьку, Топок, и, в общем-то, все, пока больше Себ себе ничего не брал, ну, медалька, медалька должна быть, да, вот она, это тело, но в целом, неплохо, потихоньку, издалека так подгрызает Мидван Товырок, отогнал Себа, ну, и все, давайте, вот так посмотрим, что там у нас по лавелам, 10 уровень Мидван, Бистмастер 9, Тролль 9 с половиной, но и Тетхантер тоже 10, но вот и Ниша ушел в лес, потихоньку начал набирать свое, и мы видим, что по Нетворсу он все еще ниже Энигмы, но при этом хотя бы по левелу уже более или менее подрос, так, сейчас может быть стычка какая-то будет, нет, опа, Кабанчика загрызли, Кабанчика забрали, ну и хорошо, очень медленно идет у нас игра, никто ни одной вышки вообще не сломал, Тобсон решил вдариться в такой больше сприт, наверное, но, кстати, и качается, да, Тобсон тоже не на драку, потому что обычно играют на Манкинге, как, ты качаешь там пассивку первую, да, для того, чтобы бегать с героями, драться и убивать их, или качаешь вторую для того, чтобы просто фармить, так что по-хорошему, очень похоже, что все так и выходит, реально просто вдарились фармы, начало будет не самым интересным, ну что же, давайте еще на артефакты посмотрим, есть, есть Димонедж уже у тролля, есть два врейсбанды, есть фейзики, ну, кстати, она весьма неплох, пока что, я думаю, что по игре он будет опять же держать первенство по Нетверсу, потому что БФ ему дает очень много, такой-то Тиррор Блэд не сможет с ним гоняться по фарму, так, Джеркс, катился, Пупей, поставили смейки, есть глобал, можно Блэкхольчик, теперь выпустить, поторопился, по-моему, ноутейл, забрали Джеркса, так, ну и что, есть реводж, если что, у Зая, вдруг, если захотят подраться, можно, можно нажимать, ну или вышку забрать, хотя бы так, хотя бы Тир 1, в миде, по-моему, Мидван призвал себе Медведя, да, ну и, соответственно, Гриф сейчас заканчивается, и ТВ Рок падает, ну что, неплохо подрались с Сикреты, по итогу, весьма себе достойно, забрали деньги, забрали Тавр, ну и пару ресурсов потратили, но самое главное, наверное, это то, что нас не зазвали в эту драку, по итогу Террор Блейда, то есть он все это время стоял, фармил, фармит он как раз на нижней линии, фармит кемп нейтралов, да, фармит сразу линию, то есть получает как можно больше, ну и если еще получится у ниши, скорее всего, можно будет, опять же, выходить в Эншентов, фармить Эншентов, из треугольника он наберет очень много, да, догнать тролля будет очень сложно, я бы даже сказал невозможно, но попытка не пытка, хотя бы так, у ниши ситуация просто капитально тяжелая, и выбираться ему будет непросто, опять же, надо просто много времени потратить на это, и надо, чтобы не проседала команда в целом, и получается команда Сикрет играет 4 против пятерых, но пока им этого хватает, Топсон поставил арену, нападают пока на Медведя, не получилось никого забрать, нет же Сайленса, но есть Блэк Холл, Ивзор прекрасный, ты понимаешь, Зай отлично выписал Рэвидж, вот он, Блэк Холл, который нечем сбить, хорош по двум корам, и должны убивать что одного, и что второго, великолепно. Просто на глазе, пока Сикреты переигрывают, зная, что там нет, нет Сайленса, глобала, зная, что тут герои тоже подстряли, одни. Вот, кстати, удивительно, почему вообще, вот, Рэвиджи решили напасть, когда у них нет земели, когда у них нет Сайленсера рядом, ну ладно Сайленсер, у него не так много импакта, хотя, тем не менее, у него 10 интеллекта сворованных, можно было бы что-то придумать, тот же, например, Райт Клик всегда есть как функция, тот же Пупей, например, очень сильно бы просил, я думаю, по ХПшечке, но вот, решили вот так сделать, пока у Джи немножко сдулись. Вторая вышка у них упала, и, честно говоря, их стратегия на игру становится не такой-то уж веселой, но зато они в привычном состоянии, в привычном состоянии, когда они проигрывают, собственно, не просто так вот же крали камбэка, и дефолтное положение, где они могут выкарабкиваться, играя вторым номером, ловя на ошибках, и зарабатывая больше денег, да, когда ты проигрываешь, ты и убиваешь команду оппонента, ты просто зарабатываешь невероятно много денег, не такой вытаскиваю, вот я про это, да, вот я про это, тем более, что, да, пуш очень сильный у команды Сикрет, но при всем при этом у них очень проблемный Террор Блэйд, который требует много времени все-таки, и сейчас для ОДЖИ очень неплохо, пока складывается игра, они поставили троллю, тролль вынес себе БФ, и по итогу тролли сейчас дальше будет фармить, укрепляться, он был первым номером по Нетворсу, он ему остался и будет оставаться скорее всего дальше. Что касаемо Друида, через что будет играть Мид Ван, Мидас, Мидас Радионс, это дефолтный билд, которым, ну, множество керри-героев сейчас играет, это Найкс, это Врейс Кинг, для Лондруида это примерно то же самое, так что, в целом, все логично, но жадно, очень-очень жадно, как там дела у ниши, есть ПТ-шка, есть два Врейс Буанда, Яша, Стики, и 1300 монет, которые позволят ему выйти потом в манту, ну, посмотрим, получится ли, пока только сабля долетела до Манки Кинга, дальше у нас выходит Тобсон в Молнии, но, возможно, Молнии стоило бы и пораньше взять, да, он, конечно, не может драться без сабли, но, тем не менее, пока накричали на Медведя, именно, не на Лондруида, в итоге, два кабанчика стоят, их еще забрали, Себ спас бегством, но, хотя бы не умер, окей, отдал Праймл Рор, он, по сути, его не нажимает толком, поэтому, держать его нет смысла, команда его фармит, и, собственно, он тоже сам фармит, поэтому, это нормально, вопрос только, что фармят OG, это загадка для меня, ну, то есть, понятно, что фармить тролль, но всем остальным тоже непросто, так, у нас кого-то поймали, это, кажется, Себ, да, потратили глобал, ой, а вот это может быть ошибкой, 30 секунды появления Блэк Холла у Ебзора, я думаю, что Сикрит реализует сейчас этот Блэк Холл, они обязаны просто пойти реализовать этот самый Блэк Холл, убить того же тролля, например, это сейчас дорогого стоит, а она, конечно, в самом своем пике по разгону, с БФчиком только фармить, фармить, ну, а Сикритом нужно выигрывать время и возможности, как-то очень странно погиб Кабан, лол, то ли его змейки убили, то ли еще что-то, так, пошел Себ, да, немножко спама, немножко спама, чтобы разбавить обстановочку фарма, все понятно, только ниша, по-моему, сосредоточена в этой карте, появились грифсы у Энигмы, это очень неплохое приобретение, учитывая, что сейчас 18-а минута и реально можно попробовать теперь подавить Сикритом, ну, появится Рейденс, уже есть Сакра на Медведе, есть 500 монет, и Лондруид скоро купит себе рецепт, соответственно, с Рейденсом можно реально идти и уже претендовать на какие-то обжекти, там, типа Рошана или Вышечек и так далее, все еще Тир-1 Тавр снизу, если что, стоит, ждет своего части, но и касаемо Зая, есть 15-й левел Тайтхантера, есть Владмир, есть Худ, Арканчики, но пока до Блинка дело не дошло, я так понимаю, сейчас либо Пайп долетит, либо... А Медальку он купил, да, он же Медальку себе купил, но вообще Тайтхантер очень страшный, сломали вышку снизу, Мидван увидел свободный момент и пошел убивать, 5К проигрывает спорты, но не только суппорты, не только суппорты, да, довольно много, кстати, у Пупи, если что, денег, на удивление, у него 1700 монет, но тут еще прелесть шамана в том, что ты можешь через Азершок спокойненько фармить, но я удивлен, что Сикриты в целом находят возможности для фарма, у них должен много забирать Лондруид, очень много забирать Эррблейд, и в итоге все равно даже суппорты остаются при деньгах, да, еще надо помнить про ТВРа, которые забрали же Сикриты, там все Тир-1 вышки упали, то есть это тоже складывается в преимущество, ну и последние замесы не проигрывают, и главное, что суппорты не умирают, что важно, у Сикрита, ну посмотрим, блин, у них по сути все герои фармят, то есть Тайтхантер где-то фармит, Пупей себе находит шмотки, еще и Обзор очень жадный, вот еще один Сален с Глобал отдали, и потенциальный Блэкхолл теперь смотрится еще круче, но наверное хочется и Обзору Блинк себе добрать, потому что полторы тысячи имеется на руках, но идут на Рошана, идут на Рошана, Сигриты, вот так вот решили сделать, ну вот по сути зафорсили на способность, причем толком-то ничего не сделал, идут просто убивать Рошана, и пока у тебя нет Глобала, ты ничего не можешь сделать с этим всем делом, без Глобала драться вообще не вариант, но вот смотрите, Джерекс запрыгнул, Джерекс своровал, своровал чертяка, ай, красивый момент получился, нормально, это того стоило, да, он умрет еще раз, но тем не менее, самое основное, это что ресурс потратили, или не умрет, нет, умрет, ресурс потратили Сикриты, форму прожал Ниша, вышел из леса, да, потратил много времени на это все дело, но получилось очень неплохо, опа, а там Зай поймал у нас Ану, а она почти с БКБшкой был, 1100 монет, пытается сбежать Ана, но похоже, что это ошибочка была, все-таки срубили все деревья, накричали, ага, все, Аси обрядышком, нет, а она погиб, кажется, Сеп тоже, что происходит, только сейчас приходят сюда Манки Кинг, раскастовывает арену, но может, уже поздно, уже ведь поздно, или нет, ну-ка, Топсон с заряженной пассивочкой, просто пытается убивать всех людей, под арену, невозможно драться с Топсоном, еще и Нотейл наваливает, как же много урона, но Сикриты живы, Сикриты здоровы, и Себа, конечно же, не отпустит, правда, Джеракс рядом, может, и Джеракса тоже, очень красные все, у Сикрит можно было бы залететь, магнетайз нажать, а там кулдаун, там все еще кулдаун, ладно, неплохо вышло, а, да ладно, его что, поймали, его поймали, ай, Джеракс, что вы натворили, что же вы наделали, у Джи, все так было складненько, вы так фармили хорошо, ну вот замес, в итоге минус 5, сделали Сикриты, не потеряв никого, надо сказать, что почти по одному ворвались Ожи на Сикритов, и, к сожалению, так Дота не работает, так драки не переворачиваются, ну ладно, я все пропустил, я пропустил всю статистику, которую нам давали, надеюсь, хотя бы вы прочитали, расскажите, о чем там было, там что-то про Лан, про Сикритов, про успех, так, ну и что, мы ждем БКБ на тролля, нам очень нужно БКБ на Анат, да, вот как раз рецепт он себе купил, но опять же, когда ты только что проиграл драку, ты не хочешь пробовать драться еще раз, и, хотя, знаете, с другой стороны, там окно, нет реведжа, нет еще Блэкхола, рискнут ли они? На самом деле, для Ожи все меньше и меньше способностей, остается, чтобы куда-то выйти, чтобы победить на этой карте, но пока они выходят просто на тир-1 вышку, тут же Глиф идет от Сикрит, ну, понятное дело, после тир-1 рефрешится Глиф, поэтому, просто больше времени выигрывают, опять же, ждут тайминги, ну, что же, Мидасик, Радианс, еще и Гиперстоун уже есть на Медведя, ну, теперь еще Мишка бить будет быстро, Ана, Ана, Корни Проктоли, Ана, БКБ вынужден нажат, Ана, Тобсон на месте, Тобсон с ареной раскастовывается, отлично, Пупей, проблемы, Пупей кинул змейки, есть Сайленс Глобал, Ана, как же он больно делает Медведя, минус Лондроид, и Пупей, кажется, тоже должен погибнуть с арены, Зайо, невероятно тяжело находиться здесь, арена закончилась, и, есть Реведж, Ана, Ана погибает, Ана без ультимейта, это было опасно, надо выходить отсюда, OG выкупился Шаман, и Сикриты очень сильно озлоблены, они хотят ловить любого, кто только подставится, ну, и все кнопки потратили, конечно же, OG, Себа, Себа остановить, не получается, в обзоре кулдаун, или нет, у него не было кулдауна, или файса, ну, может быть, одна секунда, может быть, одна секунда, плюс-минус, там, на тоненького было, ладно, нормально, в любом случае, это был неплохой файт для команды OG, я так считаю, они забрали Медведя, успокоили его, опять же, зафорсили на форму, на прожатие формы нишу, отдали Реведж, который только что появился, Сикрит, ой, я так понимаю, кстати, выжил все-таки Тайт Хантер, да, блин, я опять пропустил файт рекап, это было очень важно, жаль, можно было попробовать, посмотреть, если погиб Тайт Хантер, тогда драка точно неплохая была для OG, если не погиб, тогда, тогда ссори, тогда, конечно, это не очень сложилось, но хотя бы выжил Тобсон, то есть, хоть один корт что-то поимел с этого всего, ну, конечно, ситуация была очень неприятной, когда зафорсили на прожатие бкб тролля, это было прям, ну, так плохо, опа, Манки Кинга, где бкбшка, а бкбшки нет, он себе хочет Рейдинс купить, ой, ну, Пупей переплыл, хотя, 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 Гост, ТП нет, у Пупе не было телепорта, именно это стало камнем претновения, возможно, сделал бы, ТП, попробовал бы, по крайней мере, сделать, там, куда-то в кустике, заман сил, плюс-минус, да, возможно, скорее всего, скорее всего бы не отпустили, но, пытка не пытка, в любом случае, поймали, пока героя, правда, вроде бы, как с одной стороны убили Пупея, но денег-то больше стало у Сикрет, не знаю, как это работает, скорее всего, просто коры фармят, причем фармят очень неплохо, опять же, не забываем, что есть Рарблейд, который вроде как потерялся, у нас в игре, его просто не было, он стоял спокойно, играл против крипов, нормально, но вот по итогу сейчас уже напоминает о себе ниша, у него 12 тысяч нетерс, почти, и это топ-3 карта, если что. Баунти-рунки появились, 25-ая минута, забрали по одной, и еще по одной, 2-2 по итогу в баунти-рунах, ну и, да, артефакты, артефакты, это вкусно, Солар есть в Бестмастера, есть у нас урна, и выход, наверное, в весл какой-то стороны, с Джерекса, правда, я не очень понимаю, он купил себе, Вейл, нет, он купил себе, да, он Вейл в Дискорд купил, ладно, у него 1000 монет сверху, может купить себе что угодно, обычно покупают, обычно не покупают, по-моему, Вейл на земель, покупают там, либо 2 бруска БКБ, либо сразу БКБ, у тебя таким образом, там, 2000 хп, 2500 хп, и, собственно, ты можешь что-то делать, там, врываться в суппортов, убивать, уничтожать их и так далее, с Альнисер, 12 инты, а как все начиналось, сладко для Нутейла, тролль с БКБшкой, и, более того, 2000 есть еще на руках у нас, у Аннатона, также, Бистмастер выходит в Кримсон, хорошее решение, опа, а здесь драка, поймали Себа, Себа должен умирать, но Себа не отсюда, никто не отсюда не отпустит, это прямо однозначно, да, Рошан, правда, еще не скоро появится, Себ, Рошан еще не скоро появится, поэтому пока только могут на Т2 пойти секреты, но учитывая, что они потратили змеек, возможно, не так все будет радужно для них, ну и есть, да, есть уже готовый фляй для Терраблойда, нужно только докупить его, по деньгам все нормально, кстати, а ведь там такая армия жесткая, со стороны Ебзора идет, в 15 левле, ну да, все правильно, золото себе взяла, нормально, нормально, так, сейчас кого-то поймают, ой, какого-то поймают, еще шейклы в тайминг, идеально, по-моему, это минус Толя, тролик приехал, Саленс Глобал, Толя, БКБ прожал, ультимейт, приходится нажимать, но и кажется, она может погибнуть, там казарма в миде, просто мидван ломает, тем временем, это все спейс, опять же, для него, ну и Анна бежать, Анна бежать, закончилась БКБ, очень красный, Аннатон его просто медведь Рэддиансом спалил на конечном, в конечном итоге, так, Топсон поставил арену, ноутейл очень красный, кстати, Зайрон заворотит, дает рэвэдж, но надо бежать, надо спасаться как-то, Зайрон, но нет, его продали, но это ничего страшного, сейчас команда заберет целую линию, скорее всего, без байбека у нас, тролль, ну и надо вгрызаться в бараке, нет, в миде уже сломали, если что, линию, там осталось только казарма магов, и вот сейчас, ну давайте же вышку хотя бы, да, нормально, добили Т3, вкусно, вкусно получилось, для Сикрет, опять же, подраться на этой карте, ну и пока сигнатурочки не работают, команды OG, вроде как, это их герои, вроде как, опять же, эталонный, эталонный какой-то Манки Кинг, но Топсон не вывозит, может быть, если бы играли какие-нибудь, например, Гамбит, да, то есть классом пониже команда, нежели Сикрет, то может быть, что-то и получилось, скорее всего, что-то бы получилось, но Сикреты, это Сикреты, это команда, которая победила на последнем мейджоре, и они пока по праву показывают очень неплохой уровень игры, и понимание игры, что важно, и так, Ниша, немножко встрял, Ниша, есть Фляй, есть Манта, вот прожимают Манту, дальше гонят Нишу под Т3, Ниша очень больно, Сандер, есть Сандер, ой-ой-ой, Топсон, ты чего? БКБшки нет, он купил себе Рейдинс, поэтому у него ничего не получается, но возможно, вот это как раз и стало большой проблемой, если бы у него было БКБ, сейчас, скорее всего, не успел бы свапнуться с кем-нибудь, ТБ, ну, либо же с тиммейтом свапнулся, можно было бы, когда тиммейт убить, в итоге убивают еще и Сайленсера, плюсом ко всему, Рошан у нас резнулся, вот буквально только что, и по заказу Сикрет практически, это все происходит, второй Рошан должен быть, да, Кирас Котова на Медведя, скорее всего, Сикреты уже не отпустят эту карту, но они ее не отпустили в начале игры, когда у них, эээ, было мало шансов, скажем так, сейчас, у них просто невероятно много, тут же ставятся у нас Змейки, когда выкупился Тобсон, Тобсон пришел, арену поставил, кстати, может быть не так все плохо будет, роль ультимейт нажал, она под БКБшкой наваливает, Блэк Хольчик шикарный, потому что в таверне у нас Нотейл, он с Байбеком, если что, выкупается, есть Глобал, но как же поздновато, погиб у нас Рошан, кстати, Силу Света убили, если что Рошан, а Едис достался Тобсону, что главное, и Тобсон погибает после выкупа, Исе, успеет ли он добежать, как-то помочь тиммейтам, кажется нет, да, отогнали Джеркса, Джеркс погибает, прикольная была драка, но по итогу опять же все для Сикрет, скорее всего, гудгейм можно написать сейчас у Джи, потому что у них тролль в таверне, МК в таверне, и ни у кого нет выкупа, это была идеальная драка, но на самом деле у Джи не должны были там драться, в последний момент, когда, знаете, тонкий был такой вот момент, ситуация, только-только Ебзор нажал на Блэк Холл, и в эту же секунду, практически в эту же секунду, появился Байбек у Сайленсера, если бы успел раньше среагировать как-нибудь Сноутейл, возможно, он бы спас ситуацию, но, увы, 10 секунд ему оставалось сидеть в таверне, но он все-таки выкупился, но было поздновато, ладно, в любом случае, давайте посмотрим на этот график, прекраснейший, 20 тысяч в пользу, Сикрет, по опыту перевес, ну, где-то 18, наверное, есть, 17-18 тысяч, сейчас еще дособирают, разные шрайны, сверху, снизу, ну да, как раз там Медведь работает, снизу ТБ работал, ТБ, кстати, БКБ себе взял, отлично, и по итогу, 22 тысяч, теперь уже перевес за Сикретами, после даже Баунтеру, 4, если что, они собрали на 30, ну, и можно, ничего не боясь, толком заходить, на, Т2, Такс, 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 может у нас что-то, что-то такое супер важное, интересное появилось по артефактам, да, в общем-то, нет, я прогнозировал, что тролль у нас будет все время, иметь первое место по карте, да, по Нетворсу смысле, но, кажется, не получилось что-то у Анатана, на самом деле, очень активные какие-то мувы, чрезмерно активные мувы от OG, подзаруинили сильный этот момент, потому что, если бы они чуть больше фармили, да, то, возможно, у них даже что-то получше бы и срослось потом по игре, но у нас какие-то нелепые змейки кинули, Топсон, улетает, все нормально, а, она без хп, а, этот там корни прогнули опять, ну, вынужден просто нажимать БКБшку, а, она, как же все нелепо, ну, очень красный, Ноутейл, ебзор, ебзор, там немножко проладивает, он, он что, байтил что-ли, зачем глобал, там же нет Блэк Холла, 5 секунд кулдауна, ебзор так байтил, оооо, ху-ху-ху, это было мощно, что тут скажешь, ну, что же, заход на последнюю линию в исполнении Сикрет, последний Глиф, глобала нет, Блэк Холл готов, рейвэдж готов, Крипы закончились, правда Да, крипы как раз были в центре, если что У Сикрита их отогнал Манкин, конечно же, да Ну и мы ждем, пока сейчас придут к Сикритам Крипы по верхней линии Они уже очень-очень близки К базе OG Ну и Топсон сейчас занимает интересную позицию Там срубил деревья и взор Возможно, кстати, зазря, потому что Полянка-то его много дает, если что Мейднайт Пульс-то мощная штука Так, и что? Хотят драться? Вне базы хотят драться? Похоже, что да, вне базы хотят драться OG, возможно, для них это ошибочка будет Но главное начать самим, хотя бы попробовать Дать какой-нибудь праймл-рор, начать с него Топсон, арену поставил, поймали Никого не поймали, пупей, гост нажал Никого не отворения Просто никого не отворения, арена неудачная В итоге пытался укатиться куда-то Джеракс, укатился он в Энигму Его там убили, есть, Зайовский Реведж, и это должен быть минус тролль Тролль с выкупом, если что, он выкупается Как раз, равно как и Джеракс, погоня дальше за Ноутейлом, ноутейла убивают У него нет байбэка, это трипл-кил для Мидвана И гонят всех остальных, очень красный Топсон, и там поймали кого? Бестмастера Это должен быть минус Сеп, однозначно Его отсюда никто не выпустит, и у него Нет выкупа, ну вот, грызся Ана Под БКБшкой, под ультимейтом, пытается кого-то забрать, но Таргет на Зая Зая очень тяжело забрать, ну и, собственно Ничего не получается у нас У Анатана, да, в итоге это минус Еще один, где-то там потерялся Зай даже И вот последний коронный Блэкхолл Кипзора Очень красивая игра, очень Грамотное исполнение, и в итоге Сикреты выходят пока победителем В этом Бест-Оф-3 В первой карте Бест-Оф-3 Я бы так сказал, если уж быть точным Грамотная игра, действительно хорошие позиционки И хоть и жадные Хоть и жадные действительно были Герои, но Сикреты справились В первой карте Бест-Оф-3